Снова приветствую и снова мы продолжаем наши подкасты по написанию утилиты для работы с паками локализации для игр Bioshock 1 и Bioshock 2. В прошлом подкасте мы начали делать wizard перепаковки создания нового файла сделали первые два окна которые первые два диалога вкладочки которые там должны это export options и select files нам остался wizard container name ну и по сути финишная страничка которая ничего толком не делает посмотрим по времени что успеем сделать сегодня что не успеем но я думаю что сегодня будут получится короткий подкасте в котором будет только два диалога ну и сопряжение добавление его в wizard переходим к нашему коду закрываем то что у нас было старое открыто здесь у нас модели ну и соответственно добавляем новый новую форму название дизайнер кона класса назовем его контейнер name контейнер name как back а не все правильно Идем сюда, в title пишем контейнг лейн, как он должен у нас меточка нужна, окно для ввода файла, это line.id и какой нибудь тюбер, баттон, красус, приточим, здесь мы файл патч, файл, 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 стой, 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 обзывем вот это, имя дадим этому, файл, пас, line, файл, 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 сэлект, сэлект, сэлект. Давай сразу сгруппируем. Сгруппируем сначала по горизонтали, потом добавим пружинку. В принципе, добавим пружинку сверху, чтобы она посередине уравнилась. И сделаем в окно. Щелкаем по горизонтали. Примерно так. Можно, кстати, с экспандингом поиграться. Примерно так оставим. Это line edit. Кстати, вот в этой форме нам нужно будет попробовать сделать проверку, что если у нас это поле не пустое, то тогда только можно будет нажать next. Это вроде как-то можно делать. Сейчас мы посмотрим как. Так, обработчик сюда. Так. Что нам нужно добавить? Нам нужно добавить возможность устанавливать и получать имя файла отсюда. и получать имя файла. Здесь мы сделаем txt 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 и диалог отсюда украдем единственное нужно будет его подкорректировать естественно нужно его будет подкорректировать ассепт сейв это нам не нужно директоре нам тоже не нужно так ладно директоре какие у них там киппы есть anyfile, existingfile anyfile anyfile кроме того поставим setfile set namedfilter вот так а нет здесь нам форматы надо указывать lbf 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 ну переменим его что нибудь на регистрат save pack pack dialogue здесь нам еще требуется чтобы немножко поиграться с информацией о файле в частности если не указано расширение в имени файла то добавить его автоматически вот а если оно указано то то как бы это как бы ничего не делать в том числе чтобы можно было за оверайтить ну то есть если какое-то свое кастомное расширение задано чтобы оно было сделано ну то есть отмечено save pack dialogue а еще сделаем так подай вот цвет 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 нет не то что-то не вижу того что мне нужно нам нужно что-то вроде установки name filter есть options так ну давай тогда посмотрим справку давай тогда посмотрим справку посмотреть selected files в общем что я хочу сделать я хочу сделать так чтобы если какой-то файл у нас уже есть чтобы он и был выбран в диалоге чтобы он у нас уже был выбран в диалоге и вроде как это сделать можно только я че даже как-то я это делал а вот select файл а вот select файл у нас не света салет 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 файл но единственное что давай сделаем так если он не стоит ну тогда делать так что здесь у нас здесь у нас selected файл 0 далее у нас что далее у нас что мы файл файл ну что мы файл cela им давай посмотрим там у него файл нем есть возвращается и есть байс н.е. вот нам нужно не полностью делать без без этого самого complete по-моему называется да complete без name да без последнего то есть возьмем кустринг complete без name равно фи complete без name и кустринг файлнам фнам так еще по идее нам нужен суффикс есть complete суффикс должен быть простой суффикс вот он возвращает последний до последние так вот сохранили три параметра дальше если у нас вообще суффикса нет это у нас complete без name будет равен f name вот в этом случае нам нужно так комплекту то есть вот это самое корректное имя файла нам будет пустые зал мы у нас будет равен собственно говоря исходному диалог ну или и complete absolute file pass это по-моему у нас собственно говоря будет то что нам и нужно да то есть нам нужно либо добавлять либо не добавлять супер сначала проверяем если у нас ф на им равен плит плит бедный это что означает это означает что суффикса у нас нету и тогда у нас что делаем когда мы резал нэйм добавляем лбф все на самом деле нам суффикс даже не потребовался то есть если указан другой суффикса ручную ну что такое ну что человек он решил что ну он хочет его использовать так ну вроде все резал нэйм в принципе все теперь у и файл пас сет текст делаем и устанавливаем резал нэйм вот в принципе все но теперь нам бы хорошо посмотреть про диалог притч визор там по-моему есть валидный метод который позволяет включать или выключать да вот он валидный пейдж где он который позволяет нам сказать либо валидная на либо не валидная бла 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 вот так так нам говорят что это не самый хороший вариант дело на да а есть еще комплит из комплит ага ну собственно получается что нам когда мы установили имя файла да то есть по хорошему когда мы установили мы должны выделать а еще когда мы изменяем делаем например пустой пустым м вот из комплит да важно туда не знаю куда то есть у нас получается нужно реализовать комплит а он будет у нас возвращает тру в том случае если вы файл фаслайн фаслайн то есть если оно не пустое то в принципе мы можем этот файл создать фаслайн хотя наверное сделаем так если у нас фаслайн текст текст да если у нас FNAME for file info, file info, fname так, если file pass самолетик, самолетики разлетались так, нам нужен, извиняюсь за паузу нам нужен ну, пускай будет абсолютный путь хотя, с другой стороны, нам сразу qdir можно использовать qdir 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 ну, по сути, только один, да или просто dir или пускай dir просто какая разница вот и что здесь у нас если dir существует, тогда return true. Иначе пускай, ну точнее, если он не существует, тогда пускай у нас возвращается false. Здесь же мы сделаем true. Все, если мы дошли, то у нас имя не пустое, и директория, в которой это имя сдаваться будет, существует. Все хорошо, это вот, это из complete у нас проверяется. Теперь у нас, что, у нас здесь нужно заметить сигнал в complete change. То есть у нас изменилось и можно проверить, то есть у нас вообще из complete будет работать или так далее. Вот, кроме того, container name нужно, наверное, отработать венты при ручном изменении. Да, наверное, у нас нужно будет текст change отрабатывать. По-моему, здесь будет непосредственно имя файла, да, который возвращаться. Кстати, интересно, он по этой вернет или не вернет. Ладно, ладно, ладно. С другой стороны, нам просто здесь нужно пробрасывать вверх и пускай проверка возвращается, будет ли он там включен или не будет. Так, все, закончили вроде как. Закончили вроде как. Идем в наш wizard. Сразу же возьмем вот этот API. Пробросим в него. Создадим. 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 Вот здесь же мы подключим наши контейнер name. И я предлагаю сразу же сделать, хранить айтемы в инстансе класса. Подписывайтесь на наш канал. Как найти с помощью работы и в буд blocu, кстати, вскочу. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, собственно говоря, создали. Это вот то, что я изначально хотел сделать, чтобы уйти от кастингов. Вот, экспорт options page. Здесь mselectfilespage. И здесь у нас mcontainer. В деструкторе их не удаляем, потому что у нас при помощи setpage мы уже право вводения передали. Собственно говоря, здесь можно удалить вот этот функционал. Casting лишний. And export. Вот. Уже какие-то проверки будут. Здесь удалить вот это. Здесь тоже самое. Здесь уже у нас selectfiles. Selectfiles. Вот. И здесь у нас установка файла. Здесь у нас будет mcontainer name setfile name. А здесь у нас будет, соответственно, mcontainer name setfile name. Вот. Так. В диалог мы добавили. В диалог мы добавили. Можно проверить, как оно работает. Что-то у нас используем под параметры txt, но это ладно. Так. О, кстати, здесь можно валидацию тоже добавить. Если оно пустое, то кнопочку next не делать. Вот. Здесь видишь. Все добавили. Какое-то имя ввели. То есть у нас территория такая. То есть файл в текущей директории мы можем создать. Баз такой директории у нас не существует. А если мы напишем, как, tmp, вот так вот такой директории тоже нет. Ну и открываем какой-нибудь файл. Save нет. Тут что? LBF добавился, да? Допустим, мы сделаем LBF. FF, FF, FF. Оно добавится не должно. Да, а то добавился наше расширение. Вот. Следующей страницы у нас еще нету. Давай добавим тогда сюда еще проверку, что у нас хоть один файл есть. Вот. Итак, давай select files. Тоже реализуем метод из complete. ОК. Мы берем вот это. Переместим сюда. Перечешиваем немножко. Из complete у нас... Так, из complete у нас где-то. То есть у нас здесь будет все просто. Если у нас модель не пустая, то мы возвращаем... То мы возвращаем... Return M. Model. Items. У нас это reference. Накудных расходов. Извини. Менки. То есть если у нас она не пустая, то у нас возвращается. Вот. А здесь у нас... Ну, видите, сигнал имит. Complete changed. Вот. И, собственно говоря... Единственное, что здесь, наверное, чтобы часто его не отсылать, можно... Узвиньте. То есть если он был пустой, вот тогда мы сделаем имит сигнала. Потому что зачем нам имитить его каждый раз, когда мы добавляем файл, если там уже файлы были. То есть мы уже однозначно можем перейти. То есть вот если он был пустой, и мы добавили файл его, тогда нам нужно сказать, что у нас что-то изменилось, и можно пересчитать условия завершения. Кстати, можно проверить. Miripack. Next. Вот Next у нас не работает. Добавляем какой-то файл. Очищаем. Добавляем файл. Все. Next включился. Вот. Здесь какой-то файл. Ну, я думаю, что если мы вручную выводим какой-то файл, да, мы уже подразумеваем, что мы соображаем, что делаем. Вот. Либо можно потом еще дополнительно проверочку сделать. В смысле я имею в виду по расширению. Будет тут расширение или нет. Вот. Все, завершаем это дело. Завершаем. И у нас остался, по сути, по сути, у нас остался последний диалог. Последний диалог с именем Finish. Finish. А в диалоге ничего сложного. Давай его добавим. И кути. Все так же. Finish. Finish просто сделаем. Можно было в отдельной области выделить. Ну, собственно говоря, чего делаем метку. Здесь-таки давай сам диалог уделим. Finish. Что будет, если мы сделаем вертикально? Ну, не по центру. В принципе, ладно. Перейдем в наш... Так, сохранить все файлы. Перейдем в наш NewryPathWizard. Нам, кстати, к финишной странице обращаться не надо. Поэтому теоретически можно ее... Хотя можно и делать в классе. Finish. Finish. Создадим новый instance. и установим его. Вот. Ну что, проверим диалог. NewryPath. Нормальный файл какой-либо. Ну, и, собственно говоря, вот Finish. Вот. Все. Диалог готов. Геолог готов. Вроде даже мы предусмотрели весь API необходимый, чтобы назначить там какие-то данные изначально, чтобы какие-то данные убрать. Вот. Возможно, тут еще будут косячки. Ну, например, я хочу сейчас показать один из вариантов этого косячка. То есть, когда мы здесь делали, допустим, NoCreate. Ну, хотя с другой стороны, на основе этих данных можно делать вывод, будут браться данные или нет. Вот. Чтобы притормаживать начало. Вроде двух не пропадает. Вот. Ну, и так далее. То есть, когда вся эта информация дойдет до конца, вот, мы уже сможем какие-то данные сделать. Вот. Выбрать. Финиш. Все. Реакция на эти диалоги, там отмена опять-таки, как работает. Вот. Ну, посмотрим, сколько у нас тут по записи. 39 минут. Как предполагал, подкастик коротенький получается. Ну, давай тогда сделаем немножко вот в main windows зайдем. и где у нас это диалог вызывается. Зададим его какие-то настройки. Перед тем, как его делать. То есть, понятно, что wizard у нас будет, если wizard не запустится. Если у нас не wizard, тогда у нас будет просто return. Здесь же, здесь же мы wizard. Так. Repack wizard. Set repack enabled. tablet. Давай посмотрим на наши вот эти ювендофины. name. Во-первых, если у нас не открыт по нашим условиям, если у нас не открыт никакой файл, да. т.е. если у нас, я так думал, то тогда у нас мы должны настроить wizard так, чтобы у нас перепаковка не была возможно. Ну, собственно говоря, проверим. Все, здесь у нас выбора вариантов нет. вот. Дальше. Дальше. Что у нас иначе. wizard set file name. на и. У нас мы договаривались, что если открыт форм. А. Еще формат выбрать, да. вот плюс у нас у визарда нужно установить формат текущий формат которым мы хотим работать сет формат индекс нам это формат индекс для этого обратимся к нашему формат бокс с другой стороны можем действительно карантин друзья просто сразу текущий индекс ну вот и wizard set формат индекс здесь вот это значение то есть это этакие пред настройки для диалога давай проверим вешал по пони-нибудь поиск 3 вот он вешал поиск 3 у нас перепаковка невозможно только крик только создание нового право на и у нас не установлен вот соответственно вот пробуем открыть какой-нибудь файл вот он у нас вот он у нас вот он у нас вот он у нас юлипак здесь уже мы можем перепаковать его причем он выберет другой формат имена файлов имя файлов у нас здесь указано какое-то какое-то можем что-то сделать и так далее все закрываем ну и в следующем подкасте соответственно нам останется сделать только вот здесь в этом месте добавить перепаковку то есть визарку создали все создали формочки переходы там анализы мы сделали вот и осталось дело за малым только вот в указанный файл то есть получить а этому модели да пробежаться по ними прочитать эти файлы делать перекодировку имен вот да заполнить список который в памяти должен быть этими данными и сформировать уже файл непосредственно все на этом этот подкаст я завершаю до следующих встреч вопрос еще по предыдущему подкасту буду ожидать с домашним заданием здесь тоже можно какие-то улучшения сделать или какие-то замечания выдать все до следующих подкастов на этом не и до сих пор но не